Региональный оператор у нас есть. Региональный оператор провел аукционный мероприятий. Коммун Блоковского и Музбольного района. Работает меня, послушайте, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста, просто меня. И по одному, пожалуйста, задавайте вопрос. Дальше. Дайте я говорю. Ровно две минуты. Дальше. Региональный оператор провел аукционный мероприятий. Днепр-Свальнский регион, представитель, у нас есть ООО, занимается сбором, транспортировкой на мусорно-перерабатывающий залог. В данном случае Днебов выбрал субподрядчика, который будет работать по муспольному образованию. Четыре населённых пункта Берлички, Краскияр, Ивановский муспольному образованию и Майяр. Данная схема уже на территории Натальевского муспольного образования работает. А вы сейчас нас вынуждаете к чему? Я вот живу в селе, а работаю в городе. Я хожу мимо ваших смоленских вот этих подрядчиков, которые вывозят. Вот, вот вы начинаете вы там сначала, а мы сейчас расставим в порядке. И вот это, где-то там решаетесь, как это подмыть. Вы чистые. Не надо нас не будет убирать под наших воров. Мы собрали нас, и я в том числе. Вы должны были немножечко подумать. Мы и так живём, как на проходной почке. А вы ещё усугубляете всё это. Мы сейчас вам ещё денежки будем собирать. Нет, не надо. А у нас, между прочим, принятые законы бывают и недействительными, и бывают, что не работающими. Как они их приняли, так и снимут. Вы видите, не около двора. Вы нигде, ни бумажку не видите. Ничего. Мы справляемся с обязанностями по вывозу мусора. У нас всё организовано. Годами мы это налаживали. И вдруг вы сейчас нам предлагаете нечто. Если вы хотите вывезти мусор на перерабатывающий завод, но не за насчёт это будет. Ради бога, ставьте контейнеры, найдите нам место. За селом. Мы будем привозить мусор, складировать ваши контейнеры. За свой счёт мы этим контейнером будем привозить. Ну а уж эти контейнеры на завод. Будьте добры, решайте, как вы сами их будете доставлять. Мы не против. Согласно этому закону, выполнили все мероприятия, и мы с вами обязаны его исполнять. В данном случае, сейчас, мы должны оповестить вас по тарифу образования в населённых пунктах от 1 тысячи до 5 тысячи населения. Тариф будет 83 рубля. Это почти 2 дня. В данном случае, это будет предпочитание Советского области комитета президента регулярного торфя. Но не кричите, просто дослушайте. Мы вас собрали для того, чтобы определить схему, сколько не выказали. Один общий. Мы платить не будем. Мы платить не будем. Мы подадим, подадим, подсудим. У нас лидеральный закон не нарушался, когда к нам по 6, по 10 КАМАЗ возили. Это во-первых. Во-вторых, куда мне вытаскивать навоз? Ваши контейнеры, что ли, нахрен таскать? Как она мне надо? А куда мне это все деваешь? Что вы головой машете? И от этого надо всего отказываться на вашем мусоре. Вы сначала перестали заводить сюда КАМАЗами. Понятно? Я сам лично останавливал эти КАМАЗы. Вы до чего этого довели, а теперь нас принудительно хотите к этому влюбить. Вы понимаете, это дело сделано принудительно. Я ни в чей КАМАЗ деньги не собираюсь обвать. И еще. Почему за меня должны платить деньги? Я в данный момент не живу в этом селе. Почему родители должны за меня платить эти деньги? Чего это, друг? Было такое, я слышал такое. Вот, одежда, глава СССР, в то время исполняющая обязанности нашей муниципалитеты, мы с вами разговаривали по поводу этого же мусора. Вы что нам сказали? Сирогу Геннадию Николаевичу вы сказали про этот мусор. Он сказал про свалку. Почему на нашу свалку все везут? Вы ему что сказали? Это тебя не должно волновать. Это твоя? Нет, это не твоя. И вот мужчина, старший вас, что он сделает, а что он скажет? Мы вам по поводу контейнеров тоже сказали. По поводу... Вы что с народом-то не советуете? Это был разговор в июле месяце. А вы мне кто ответили? Вас никто не спросит. Вот вы должны народ спросить. А что получается так? В нашей власти. Я вам сказал, что у вас тут не спросит. С нас деваться и дважды ватт. А в июле месяце 19-го года с нас за свет будут брать только 300 киловатт. На семью. Не так ли уж больно вы хотите с нас драть денежки-то? Скажи, что же... Извините меня, пожалуйста, у нас получают государство. Что хорошо, то с государством. А что, плохо для народа? Послушайте, не будут люди платить. И я в том числе, и все. Как вы будете бороться? Ну дайте сказать, что газ вы будете бороться. Сложниками. Судебном порядке. А почему? Основание. Основание. Федеральное соборство. Нет, это не законно. Нет, это не законно. Нет, это не законно. Ответ на договоры является применением для исполнения. Порубки. Порубки обязаны заплачивать коммунальный футбол по сбору транспортировки договоров. А кто, как говорили в договорах? Кто будет отчислять? Офис такой, все изменения и так далее, и так далее. Все это. Дальше. Как будет насылаться? Векроном, печатом, видите, да, как любые платежные документы? Вот с 2014 года уволен был наш, который собирал мусор. Человек, да? Ведь вы ни разу не поинтересовались, как вывозится мусор. Кто его вывозит? Как им азаром и куда? Одну минуточку. Ведь есть полномочия, что за свалкой отвечает город. Наши полномочия собрать этот мусор. Так где же город, который должен был соблюдать чистоту и порядок на свалке? Не было. Был Чепрасов, едут КамАЗы и говорят, Чепрасов разрешил. Все, вопросов нет. Сейчас мельник разрешил. Если бы складировали мусор, только наше село, такого безобразия не было бы. И вы сейчас говорите про эти контейнеры, пока... Я вас понимаю. Что вы понимаете прекрасно? Вы говорите, когда вступил закон в силу в июле месяце. А почему бы жители не поставили в известность? Что будет такое? Вы сейчас ставите перед фактом. Еще слышала, что сборы будут с августа месяца. С какого перепугу? Мы сами попросили нашего мусорщика, чтобы он ездил по селу и собирал. И мы хотим, чтобы он ездил и собирал. Это все устраивает. И нас это устраивало. Но, но, поставите вы контейнеры тогда, когда вы сказали, что... Вы сказали, как вы ликвидируете свалку? Выроете котлован, сложите мусор и заройте. А вы знаете, сколько там вырыто котлован и сколько там заложено? Вы там выроете котлован? Вот когда вы выроете котлован, сложите, сложите туда весь мусор. Заводите эту свалку, вот тогда поставите конейнеры. Эта свалка будет существовать только для ваших подданных, которые будут возить туда. А наши будете, а наши будете, а наши будете пробовать, что они не туда положили. А если бы нормальная была власть, она бы определила места для навоза. Дачники вы развезли. Для фекалий. Что там много? Там в фекалиях нет банок искрянок. А вы теперь загружаете, кому-то даете зеленый свет, чтобы он вывозил эти фекалии за 800-600 рублей. А мне пенсии не прибавили в месяц 600-800 рублей. Вы что-нибудь делали? Подождите, подождите. Кто такой депутат? Слуга народа. Но не мы, ваши слуги, понимаете? Не вы же полностью. Как будто бездельный для нас. Статья, как будто бы нам удобно. А не вам. Это скажу лучше, у вас, ваше глаза. Из-за того, что мы объединились, это во-первых. А во-вторых, что бюрократия, понимаешь? И не надо не оскузать там честно, законов. Вот такого. А ты что ты там гнешься? Кого ты гнешь? Ваше мнение, я внушу. Спасибо. Слава отцу. Субтитры создавал DimaTorzok